ОМТВЮА про Головне Запорожье, Работино-Вербовое Дальше Угледар Времевский выступ, Донецкое направление Там в районе Новомихайловки Есть успехи Уже зашли на юго-восточную часть Новомихайловки Наши ребята Там сейчас идут бои, бои тяжелые Но тем не менее продвигаются Также выше на Авдеевском направлении Давим От Артемовска в западнее В сторону населенного пункта Часов-Яр достаточно серьезная Идет такое нагнетание Ну и туда выше Сватово, Купинск То есть везде инициатива принадлежит нам Везде мы давим Поэтому если уж Украинская Сейчас военщина находится Не в критическом состоянии Но близка к этому Сегодня такой неофициальный юбилей Отмечает Ланцет Видим распространяется По сети видео Тысячная подтвержденная Жертва Ланцета Уничтоженная бронетехника Это только то, что подтверждено Объективным контролем Что примечательно Очень много стало Кадров поражения Вражеской техники И личного состава Ночью Да, с помощью тепловизоров Это действительно Какая-то уже совершенно Новая война То есть стереотип о том Что война идет только В светлое время суток Он полностью себя исчерпал Не уменьшается Интенсивность ночью Да, Евгений Абсолютно правильно Вы заметили Действительно Интенсивность использования дронов Сейчас очень сильно Возросла Причем с обеих сторон И с нашей стороны И со стороны ВСУ Здесь тоже нужно Что называется Держать ухо востро Потому что Противник так же Не дремлет Противник так же Компенсирует Нехватку артиллерийских снарядов С помощью дронов Действительно Использует это Ну и мы так же Не отстаем И наш ВПК И работает И не только ВПК И я знаю Вот много передают Интербригада 15 Где я постоянно нахожусь С бойцами Очень передают Волонтерские группы Дроны То есть так же Работаем в этом направлении Здесь очень важно Еще развивать Средства радиоэлектронной борьбы То есть у кого Эффективнее средства Радиоэлектронной борьбы Тот соответственно В более выигрышном Положении находится Одни эксперты Диванные Украинские Говорят Что мы идем На угледар Другие говорят Что основная Точка удара Русских Будет Харьковское направление Где мы сосредоточили 40 тысяч Бойцов Это у страха Глаза велики Сами себя запутывают Ну давайте так Мы не будем Комментировать Украинских диванных Экспертов Пускай они там себе Строят Карты Рисуют Планы Скажу только то Что действительно У нас достаточно Большая численность Группировок Сосредоточено В том числе И на этих направлениях И бронетехника И личный состав Но Сами понимаете Это все в компетенции Руководства Нашего военного Генерального штаба Поэтому Будет Если будет приказ Бойцы Его выполнят Ждем Пятнашка Чем занята сейчас Какая основная задача Пятнашка Работает На юго-востоке Авдеевке Вместе с другими Подразделениями Первого армейского корпуса Там идут достаточно Серьезные бои Без конкретики Просто скажу Что продвижение Есть Пишите на канал И не пропускайте Новые видео Пишите комментарии И делитесь С друзьями Выводы делайте Сами Привет дорогие друзья Ну собственно говоря Как и ожидалось Интервью Такера Карлсона С вождем Оно вызвало Прям огромный Резонанс Ну опять же У чиновников И у пропаганды Ну еще у создателей Мемов тоже Это сейчас Самая популярная тема Чиновники На все лады Расхваливают Какое интервью Силуанов даже Прям советует Говорит Посмотрите Обязательно Посмотрите Песков вот прокомментировал Говорит Какое было По-настоящему Честное интервью Никакие вопросы Заранее не согласовывались Ничего Никто Заранее не готовил Все было Так сказать Экспромтом Вживую Так это интервью Те кто его смотрел Как говорится Не дадут соврать Оно на 50% Из какой-то Лекции Псевдоисторического Клуба состоит Разве нет К чему тут готовиться Какие тут могут быть Заранее подготовленные Вопросы А пропаганда Понятно в своем стиле Разве что Ози Не бьются И знамения На себя не накладывают Насколько это было Вообще Непередаваемо В каком они В восторге Просто пребывают Некоторые даже пытаются Подробно разбирать Что именно было сказано Для каких целей Какие тут понимаешь Мысли были Или вторые смыслы Неожиданно Но просто если сравнивать Как это все анонсировалось Какая грандиозная была Прям подготовка Ко всему этому И что получили в результате Можно говорить Что в результате просто Вообще ничего Боже мой Да всем нас Ра Но если очень прям Постараться найти что-нибудь Что произошло после этого Ну вот Дованков Это один из кандидатов В президенты Предложил разблокировать На территории России Социальную сеть Икс Ну тот Который бывший Твиттер Именно там же Разместил интервью Так называемый Журналист Карлсон А ведь это правда Довольно странная ситуация Можно посмотреть Либо на персональном ресурсе Этого самого Карлсона На крыше Либо в социальной сети Икс Которая заблокирована Как экстремистская Но думаю Что ничего разблокировано Не будет Опять же С чего вдруг Потому что Все уже слили И даже перевели При помощи Искусственного интеллекта И вывалили в Ютуб Который Еще не запрещен Как экстремистский Ну и выборные новости Которые с первого плана Были отодвинуты Этим самым Карлсоном С его интервью Их тоже Как говорится Есть Центральная избирательная комиссия Уже окончательно И бесповоротно Отказала Надеждину В регистрации В качестве Кандидата в президенты Плюс еще этому Маленковичу Который собрал Даже больше Достоверных подписей Чем Надеждин У Надеждина Типа 95 тысяч Достоверных подписей А у этого Маленковича 96 тысяч Это вообще Какое-то Это глумление Что ли Кто Где Когда Собирал За этого То ли Малевича То ли Маленковича И еще Отказали В регистрации Ради русских Ай-яй-яй А все Так надеялись Что все-таки В бюллетене Будет рада Русских С ее Большими Достижениями Породистостью И 16 Пластическими Операциями Ну а насчет Надеждина И отказа Центральной Избирательной Комиссии Это что Вот честно Кто-нибудь Хотя бы удивлен Хотя бы один Единственный Человек есть Который Искренне Бо удивился Вот сам Надеждин Интересно Вообще Этому Удивился Ну а Надеждин Все это Конечно же Обязательно Обещает Оспорить В Верховном Суде Ну как говорится Занимайтесь Очевидно Есть чем Заняться Удачи Так сказать Всего Хорошего Хорошего Настроения Да А насчет Кстати денег Которые Собирались На газету Там в общем-то Собрали вроде Как и немало Но выпустят Не газету Выпустят Какую-нибудь Бумагу Ну может быть Даже туалетную А что Все лучше будет А Центральная Избирательная Комиссия Тем временем Утвердила Уже окончательный Избирательный Бюлетень Он будет Крайне удобный Ну тут как бы Все очевидно И все понятно Как это Ловко все Получается Підпишите на канал И не пропускайте Новые видео Пишите комментарии И делитесь С друзьями Мы також Будем вдячны За поддержку Нашей работе На Patreon Або Инших Зручных Платформах Реквизиты В описи До відео